Если вы будете пить 3-4 дня подряд, ваши суставы перестанут полностью болеть. Представляете? Прекрасно. Е-е-е, представляю я! 25-й день я пью, боли нет, а я всё пью. Денег нет, ушла жена, телемагазин добра. Е-е-е, представляю я! Много мы с вами уже видели разного заразного добра в телемагазинах. Что-то совсем странное, что-то не очень, что-то веселит взор, что-то хочется приобрести, как, например, тот самый жилет Хантер. Современный мужчина выбирает жилет Хантер. Алды, ты этот обзор помни точно, а вот кто не видел, самое время подписаться и окунуться в это море безумия. Прекрасная вода, суды. Но когда на подиуме появляются медицинские изделия, становится весьма странновато. И страшновато, когда на экране висит надпись «Не является медицинским изделием». Ты это, на меня полагайся, но если чё, я тут ни при чём. Ля ты крыса, а! Ведь какими бы они крутейшими и полезными не являлись, пользоваться подобным без консультации со своим лечащим врачом, который, по идее, и должен подбирать методы и способы лечения вместо телемагазина, может быть не просто вредно, но и даже опасно. Поскольку занятие самолечением, как минимум не зная свой точный диагноз, во взрослом возрасте может привести к печальным последствиям. И это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Но одно дело — это дыхательные пластмасски, утягивающие наколенники наравне с игрушечными тренажёрчиками вроде Макси и Шейпер. А дряблость исчезает прямо на глазах. А другое дело — это то, что нужно запихивать в себя. Прямо вовнутрь. И нет, это не то, о чём вы могли подумать. Это спаржа! Ну, почти. Точнее, всякие таблетки, которые вы воочию сегодня увидите, и не только их, своими глазами. Да, забайтил так забайтил. Но это вы ещё не видели рекламную интеграцию, которая сегодня в виде интернет-магазина Кейс Плейс с огромным ассортиментом всевозможных чехлов и аксессуаров для смартфонов на любой вкус, возраст и цвет. Жидкие чехлы с блёстками, силиконовые чехлы, противоударные, неоновые, светящиеся в темноте. И всё это, конечно же, с оригинальными принтами всевозможных коллекций. Животные, музыка, фильмы, праздники, природа, Марвел, и чего тут только нет. А если чего-то и нет, то всегда можно нанести свой личный принт по собственному заказу через удобный конструктор прямо на сайте. Два года назад лично проверил качество печати, и как вы можете видеть, оно до сих пор вполне себе сытно. Также у ребят есть попсокеты, чехлы для айрподсов, внешние аккумуляторы, кольца-держатели. Да что я вам рассказываю, сходите по ссылке в описании и сами посмотрите, как говорится, всё своими глазами. И промокод не забудьте, говорят с промокодом по магазину ходить всё-таки веселее. А вот уж где не особо весело, хотя и с какой стороны посмотреть, так это в нашем любимом Леомакс, который уже как пару лет продаёт, что бы вы думали, ракету, самосвал, батарейку, самогонный аппарат, котёнка. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Джинсы. Они как 4 августа 2020 года запустили про них вконтакте, так до сих пор и торгуют. То ли у них там до сих пор их не покупает никто, то ли их там в вагон и маленькая тележка, непонятно. Главная реклама актуальна. Джинсы – самая универсальная и удобная одежда. И будем честны, да, вот так вот с лёту, джинсы – это не самая универсальная и удобная одежда. Не понял. Потому что если джинсы – действительно самая универсальная и удобная одежда, то почему я в них не хожу уже как минимум лет 10? И как настоящий блогер записываю видосы, сидя в трусах. Господи, да шорты, это шорты, просто короткие. А вот врать не надо. Я всё равно здесь что вижу. Мерзость какая, слушай. Фу. Ай, блин. Но найти те, которые будут сидеть идеально, не так-то просто. Уважаемый телемагазин, как бы вам помягче так сказать, чтобы у вашего сценариста не разорвало башню? В этом мире всё не так просто. Если ты, конечно, не родился с золотой ложкой. Начиная от поиска нормальной работы и поддержания хороших отношений среди друзей, заканчивая сживанием еды без прикусывания языка и, не дай бог, не рыкнуть на первом свидании. О, это после фанты. Это после фанты. Я знала, что-то это закончится. Невероятные проблемы человечества. Если джинсы сидят по фигуре, то двигаться в них абсолютно невозможно. Точно! Поддерживаю! Просто телемагазин никогда не слышал о джинсах на размер побольше. Вполне естественной ситуации, когда ты собираешься торговать одеждой. А если берёшь на размер больше, фигура становится бесформенной. Сказал голос за кадром на фоне человека, который просто выбрал не свой фасон. Телемагазин же слышал про фасон, да? Образец, по которому изготавливается одежда. Которая у каждого изготовителя, к слову, может быть какой ему вздумается, поскольку у кого-то формы скромные при одинаковом росте, а у кого-то классический дэд-эс, в чём совершенно нет ничего плохого среди навязанных стандартов кресоты. Если, конечно, ваш продавец не телемагазин с одним и тем же фасоном на разный тип фигуры людей, утверждающие, что вот уж эта-то тряпочка вам точно подойдёт. Ну а если всё-таки не подойдёт... Ой, а что, это ваша попа не поместилась в джинсы? Ой, какой вы неправильный! Давайте уходите и расстраивайтесь из-за вашей фигуры и ходите с комплексами. Мы здесь ни в чём не виноваты. А может, пошёл ты? И на этом можно было бы закончить эту феерию бреда, если бы телемагазин не предложил нам нечто инновационное. Леомакс представляет вам решение всех этих проблем. Джинсы комфорт от Леомакс. Ну вы поняли. Джинсы очень сложно подобрать, но вот вам наши джинсы, которые вы перед покупкой даже не сможете померить. Идеально. Вам больше не придётся мучиться и носить неудобные джинсы. Теперь это в прошлом. Вы достойны того, чтобы всё красивое было удобным. И казалось бы, ну вроде неплохие джинсы обычно сидят и выглядят, ну в чём же соль? И я, как любитель остросюжетных твистов, официально заявляю. Соль в салонке, салонка на кухне, а кухня в многоэтажном доме. Ну а проблема этих джинсов заключается в том, что реклама как бы невзначай аккуратно утверждает, что на экране именно джинсы, а не джеггинсы. Это настоящие джинсы, а не джеггинсы. Да, я понимаю, что большинству мужиков от этого сейчас легче не стало, но не сытее я всё разузнал. Джеггинсы — это типа разновидность леггинсов, которые обычно носятся в облипку и служат одеждой, в которой делают присед, но являются чем-то средним между стрейт-джинсами, от которые тянутся, и этими самыми леггинсами, о чём и говорит их название. Джинсы, леггинсы, джеггинсы. Ну и с таким успехом брюки и шорты — это брюорты, а Джастин и Петя — это Джеймс. Хотя нет, Джастин здесь был лишний. Мы за русские имена. Петя, Пётр, Петрович, Петрила, Петербург, Пятачок. Классические цвета, синие и чёрные, прекрасно впишутся в любой гардероб. Нуля Макс, конечно, никаких естественных противоречий не существует. И именно поэтому у их настоящих джинсов фальш-карманы, очень тонкая ткань в сравнении с джинсовой тканью, и нет никаких застёжек, которые и отличают джинсы от джеггинсов, что я не просто взял из головы, потому что я модный, а просто прочитал на сайте glomis.ru, который, как я понял, что-то там про это всё самое красивое. Ну и название сайта тут, я так понял, по той же самой схеме. Гламур и мисс. Гла-ми-с. Изучив множество фасонов, мы разработали эксклюзивный крой, который обеспечивает идеальную посадку для любого типа фигуры. И этот идеальный крой не сел идеально даже на специально подобранных моделей, которые снимаются в вашей рекламе. Ну, а ты... Ну, подумаешь, не нашли подходящих, бывает же. И, кстати, на модели у рекламной обложки товара на Wildberries эти ваши хвалёные джинсы идеально не сели тоже. О чём и говорят, вот эти топорщущиеся складки будто у неё в штанах. Спряталась вся совесть Лео Макс. Оу май. А вы чё подумали? А я-то уж думал, там у неё кот спрятался. А чё, нормальные шорты? А если джинсы не сели даже на модели в рекламе, страшно представить, что получат обычные покупатели, которые закажут это без какой-либо примерки в свои 50 и 70 лет. Что? Я не занимаюсь сегрегацией, камон. У них, блин, так на сайте написано возрастная группа от 51 до 70 лет. Видимо, если заказать в 50, вместо джинсов приедет полиция. О, ну это типичный случай. Вы шо ж, голубушка, не дождались, когда вам 51-то стукнет, а? Короче, всё уже решили за нас. Думать вообще не надо, как в армии. Делов-то. Вы ведь часто встречали 60-летних бабушек в джинсах и на каблуках? А вот теперь будете. Но вот только почему же тогда у них в рекламе снимаются 30 и 40-летние барышни? Ну, очевидно, чтоб заказывать и писать гневный комментарий. Камон. Удобные, но тонкие. Сами джинсы красивые, но 56-й размер будет на 60. Тоненькие, огромные. Мы очень рады, что вам удалось оценить высокое качество приобретённого у нас товара. С уважением, команда Леомакс. Которая, видимо, сообщение пишет всем подряд в интернете с закрытыми глазами. Да бывает, в принципе. Это как подарить стикер автором этих комментариев. Пиши мне пока, если выиграл. И не забудь, на этом Леомакс не остановился. И, естественно, как подобает крупному телемагазину, решил привести ещё одно доказательство, если они и вообще были. Что джинсы комфорт лучше обычных джинсов. Хотя якобы тоже джинсы. Джинсы не только комфортно носить, за ними легко ухаживать. Они легко стираются, не деформируются и не линяют. И не выглядят, как настоящие джинсы. Чего не скажешь про инновационный вентилятор в авто. Далеко не у всех в автомобилях есть кондиционер, но при этом мы все хорошо знакомы с тем, что такое жара, когда вокруг раскалённой машины горячий асфальт. Ну, с праведливости ради и да. Сидеть в самой пекло под 40-градусным солнцем в машине без кондиционера это действительно сложно. Что уж говорить о тех, кому приходится с утра до вечера работать в таких условиях. Но телемагазин не был бы телемагазином, если бы не припас для нас спасения. Всего лишь за 690 рублей. Встречайте! Электрический автомобильный вентилятор от компании АВС Глоток свежести. И где-то мы это уже... А-а-а! Точно! Это же как автомобильный вентилятор с функцией обогрева и размером со спиченный коробок, который ни хрена не дует и не греет. Точно! Для того, чтобы включить горячий воздух, достаточно просто нажать кнопку. Теперь в автомобиле будет тепло. Самый лучший загар. Но с праведливости ради, как бы это странно ни звучало, разница колоссальна. Специальный кронштейн, который позволит подстроить вентилятор под таким углом, под которым вам удобнее пользоваться. Включаем и... Но вы спросите, а что же с ним тогда не так? Да ничего, всё так. Кроме, конечно, громоздкого размера, который, может быть, кому-то неудобен. А вот что действительно не так, так это следующая реклама, для контраста с которой я и показал вам данный вид товара из телемагазина. Поскольку одно дело продавать обычный вентилятор, который даже в своём роде относительно неплох, а вот другое дело... Капсулы травманул Эктив, сразу же четырёх упаковок. Да, это именно то, о чём я говорил в самом начале. Это капсула для приёма внутрь, для поддержания своего драгоценного здоровья, а конкретно суставов. Непонятно, правда, как поддерживаются суставы без этого препарата, но да ладно. Главное, не спрашивайте меня нахрен, что там плавает за белый червяк или какая-то вата. Я понятия не имею. Вы лучше сейчас спросите себя, знаете ли вы конкретно данного человека. Доктор, директор, институт натуротерапии, хирург, уролог, невролог, рефлексотерапевт Сергей Арсеньевич. Сергей, здравствуйте, доктор. Мы вас очень долго ждали. Некоторые скажут, что видят этого человека впервые, кто-то скажет, что это ведущий из каких-то там телеканалов. Ну а для меня это очередной эксперт и ведущий советов от Первого канала, который в очередной раз засветился в телемагазинах. Прошлые новогодние каникулы я набрал больше пяти килограммов. Замучился потом скидывать. Ты за меня, придурка, не держи. И почему я не удивлён? Я надеюсь, Дмитрий Толобуев-то до этого не докатится. Опа. Я, честно говоря, уже не помню, был ли у меня обзор сюжетов, которые вёл этот самый Сергей Арсенин. Или я только приглядывался, чтобы обзор таки сделать. Но вспоминаю Елену Кресько, которая продаёт изделия из своих микросфер, попутно выступая психологом в сюжетах на Первом. И вот эту барышню, имя которой, к сожалению, не знаю, но точно знаю, что в советах она также была, как и в телемагазине. Становится нахрен страшно. Потому что их, блин, всё больше и больше. И жена-то уже явно не будет рада нашему изобретению. Потому что изобретение-то теперь, как оказывается, нужно принимать внутрь. Препарат ДЕВ находится капсула с активным действующим веществом в среде-активаторе. А, это таблетка и просто среда-активатор. Понятно. Спасиб хоть не червяк и вата. Эту капсулу вы выпиваете за 30-40 минут до еды. Среда-активатор активирует эту капсулу. Капсулу рассасывается у вас в кишечнике. Дальше всё соединяется. Через 15 минут вы выпиваете стакан воды. Ещё минут через 20 можно уже поесть. Всё. И чёрт меня дери. Я один в этом вижу какую-то жуткую крепоту, будто той, которую я снимал вам под Новый год. Когда в обычном телемагазине для того, чтобы продемонстрировать безвредность препарата, ведущая не показывает какие-то там бумаги о его безвредности, рассказывая о клинических испытаниях. А просто с удовольствием его выпивает. А может и не выпивает? А может и не его? А может и не его? Поверьте, я не его люблю. Но делая это, будто говоря своим жутким видом, что мол, смотрите, я же выпила. Ничего не бойтесь, всё хорошо, ребятки. Эгегей, мы ж никогда не продавали странные товары, и сейчас вам точно ничего странного не продадим. Кушай, Ванечка, кушай. Откармливайся, а потом полезай на лопату в печь. Во, вам видели? Но самое главное, что сегодня этот препарат можно купить, потому что вы доктор в нашей студии. У нас сегодня уникальная возможность, кстати. И вы, возможно, удивитесь, но уцепить этот препарат в телемагазине действительно уникальная возможность, поскольку данное чудо не продаётся больше нигде. И лично для меня это весьма странно. Потому что, насколько мне удалось нагуглить, Сергей Арсенин не только является специалистом в медицинской области и телеведущим, но и имеет своё личное производство, продукцию которого мы видим в телемагазине. Что косвенно говорит о том, что подобный препарат изготавливался только для продажи в телемагазинах и не лежит на прилавках ни аптечных, ни обычных магазинов. И хорошо это или плохо я не знаю, но знаю точно одно. При владении производством по изготовлению парфюмерных и косметических средств и по изготовлению прочих пищевых продуктов, изготовить медицинский препарат нельзя. Что говорит нам о том, что травмонол-актив является обычной пищевой добавкой, а по-другому обычным БАДом. Про их пользу и вред я вам, конечно, говорить ничего не буду, поскольку дипломированные специалисты из меня в этом вопросе как из хомяка видеокамера. Но когда я попытался поискать на это отзывы, честно говоря, я был очень шокирован. Купили для мамы 86 лет. После применения второй капсулы у нее носом пошла кровь, которую еле удалось остановить с помощью скорой. Вредит здоровью. Мама чуть не умерла от интоксикации. Несколько дней была тошнота, потеря сознания и судороги. Да, правду эти люди пишут или нет, я не знаю. Не исключено, что комментарии с таким уклоном являются заказными, чтобы нагнать жути. И будем честны, это им удалось. Но как ни крути, подобное явно заставляет задуматься. Поскольку если впоследствии применения данного препарата действительно произойдет что-то плохое, доказать это будет практически невозможно. И стоит это сокровище каких-то почти 2000 рублей за один курс и 40 капсул в этой желтой средиактиваторе. Стоит ли это своих денег и работает ли оно вообще непонятно, но почитав различные отзывы по некоторым БАДам, люди практически всегда пишут одно и то же. Что эффекта замечено не было. Доктор, расскажите, а можно совмещать уже со своим привычным лечением, да, которое уже выписал? Конечно, Лена, конечно. Просто разделите прием примерно там на 30 минут между лекарствами и препаратом. И как утверждает сам доктор, Здесь это не лекарство, это не БАДы, это не какие-то добавки. Это натуральный. Сто процентов натуральный состав. Который нам демонстрируют на упаковке с составом типичного БАДа. С предупреждением, что препарат не является специализированным пищевым продуктом. То есть это как бы и не лекарственное средство, которое проходит клинические испытания и нуждается в рецепте врача, и не витамины, которые также проходят клинические испытания и также нуждаются в рецепте врача, и не БАД, который не нуждается в рецепте врача, не проходит клинических испытаний и может спокойно продаваться в телемагазине. Или покойно. Тут уж, судя по всему, кому как повезёт. Но вопрос, а что же это вообще тогда такое, заключается ответом... Это натуральный, 100% натуральный состав. Который также прекрасно может являться БАДом. Например, как естественный всем известный рыбий жир. Но камон, кому это может быть интересно, если я до сих пор так и не открыл в этом году сезон советов от первого канала настолько, что их участники пришли ко мне, блин, в телемагазины, лол. Но всё можно исправить лайком. А пока переходите по ссылке в описании на Кейс Плейс, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Будьте бдительны. А с вами, как всегда, был Джеймс Алоун. Увидимся. То есть там уже вот такое кровавое месиво. Чего? Кровавое месиво?